МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему снова откладывается запуск системы электронного декларирования доходов чиновников? В российском медиапространстве тема номер один. По-прежнему так называемые украинские диверсанты, задержанные ФСБ в Крыму. Сколько их взяли под стражу, российские ФСБшники до сих пор не говорят, но ежедневно выдают на ТВ пугающие народ признательные показания шпионов. Что же они рассказывают и как комментируют эти откровения в самом Крыму, узнаем у нашего корреспондента Юлии Крючковой. Она на прямой связи с нами. Юлия, добрый вечер и от тебя подробности. Добрый вечер, Татьяна. Месяц и 26 дней ареста. Такую меру пресечения избрал киевский райсуд Симферополя второму фигуранту дела так называемых украинских диверсантов Андрею Захтею. Заседание прошло в закрытом режиме. И только накануне вечером стало известно о третьем задержанном. Это крымский татарин Редван Сулейманов. До того момента, пока ФСБ не обнародовало видео его допроса, ни одна из официальных силовых структур, ни МИД России о его поимке не сообщал. Российские телеканалы показали несколько минут откровения Сулейманова. Вот что он рассказал во время допроса. В октябре 2015 года я был завербован в качестве агента главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Получил псевдоним Юзов. Вербовка происходила в городе Запорожье. Моя задача будет состоять в том, чтобы собирать на территории Крыма военную информацию. Я действительно подбирал места для возможных дальнейших закладок взрывных устройств и совершения теракта сотрудниками ГУР. У них могли погибнуть мирные жители. В Меджлисе крымско-татарского народа подтвердили, Редван Сулейманов человек реальный, и он действительно был арестован ФСБ. Но еще три недели назад. На своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса Рифат Чубаров написал, что родные Сулейманова скрывают его арест, и по его словам, у них на это есть причины. Тем временем российские СМИ назвали имя главного организатора диверсий в Крыму. Агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах России сообщило, это начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады главного управления разведки Минобороны Украины, капитан Владимир Сердюк. Якобы перед отправкой диверсионных групп на полуостров он приехал в Херсонскую область лично координировать действия своих подопечных. В Минобороны Украины уже отреагировали. Там заявили, что Владимир Сердюк никогда не числился в их ведомстве. Кроме того, в составе главного разведуправления Украины никогда не существовало 37-го батальона 56-й бригады. Татьяна. Спасибо, Юлия. И мы продолжаем. Несоответствие в показаниях задержанный ФСБ якобы украинский диверсант Редван Сулейманов на допросе заявил, мол, проживает в Запорожье по адресу улица Космическая, 168, квартира 32. Ну вот, как оказалось, на спутниковых картах такого дома нет. На одной это просто дорога, а другая карта и вовсе показывает, что домов на Космической улице всего 150. Ответственность за происходящее в Крыму полностью лежит на России, так считает вице-президент США. Об этом накануне вечером он заявил в телефонном разговоре с украинским президентом. И Байден, и Порошенко выразили единую позицию. Диалог нужно продолжать в нормандском формате. Не допустить обострения конфликта призывает и Федерико Магерини. Накануне верховный председатель ЕС пообщалась по телефону с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. И заявила, Евросоюз по-прежнему осуждает российскую аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. В среду украинский вопрос обсудят в Брюсселе. Не выездной, пока банковая не даст добро. Губернатор Закарпатия заявляет, что не может поехать в Киев давать показания. Генпрокуратура вызывала Геннадия Москаляк как свидетеля по делу преступлений на Майдане. Но чтобы вызвать его следователям ГПУ, нужно обратиться в администрацию президента. И в Кабмин, утверждает Москаль. И как только такое разрешение будет, он сразу же явится на допрос. Детективы против прокуроров. В рукопашной сошлись следователи НАБУ и ГПУ. Громкий инцидент произошел вчера возле здания одного из департаментов прокуратуры. Сотрудники ведомства заметили за собой слежку, которая велась из дома напротив. Дальше все как в боевике. Прокуроры попытались ворваться к шпионам. Те оказались с сотрудниками НАБУ и вызвали подкрепление. Завязалась потасовка. По информации ГПУ, у них трое пострадавших. А позже в квартире следователи нашли вичдоки, удостоверение сотрудников НАБУ и клочок бумаги из фамилии Дмитрия Суса. Прокурора, который на днях изымал документы из офиса бюро. В ГПУ от официальных комментариев пока воздерживаются. А вот в антикоррупционном бюро. Происшедшее назвали нештатной рабочей ситуацией. На сайте ведомства говорится, что тайное наблюдение вели на законных основаниях и по решению суда за фигурантом одного из уголовных производств. Потасовки и задержания в центре Одессы. Так в городе прошел марш равенства. Сторонники ЛГБТ-сообщества вышли на улицы. Вышли и их оппоненты. Чем все закончилось? Репортаж Андрея Анастасова. С утра часть Приморского бульвара оцеплена полицией и нацгвардии. Сюда пускают только журналистов и участников фестиваля квир-культуры. И то после тщательной проверки сумок. Контролируется территория, где будет проводиться этот марш. И чтобы избежать всяких эксцессов, чтобы все прошло нормально и спокойно. На марше ЛГБТ-сообщества собирается с полсотни человек. Некоторые приехали поддержать друзей из других городов. Это видимость, что ЛГБТ-люди в Одессе существуют. То, что у нас есть проблемы. И мы нацелены на то, чтобы у нас в Украине ЛГБТ-люди были равны со всеми остальными. Маршрут следования всего 300 метров. С плакатами в руках, скандируя лозунги, активисты идут по бульвару на Думскую площадь. Одесса без громофобии. Права не дают, права берут. Здесь небольшой митинг, но его приходится прервать. На площадь прорывается группа молодых людей. Полицейские в ход пускают дубинки. А после начинается и массовая потасовка. Это активисты националистических организаций пришли выразить протест против марша за права представителей секс-меньшинств. Нас сразу начали, вон, парней начали паковать, начали бить дубинками. Сразу же причем. Тем временем участников ЛГБТ-фестиваля спешно увозят на автобусах. Их оппонентов полицейские везут в райотдел, как нарушителей общественного порядка. После выяснения личностей задержанных отпустили. А вот фестиваль квир-культуры продолжился, но место его проведения уже не разглашали. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Полтора миллиона гривен на двоих в Киеве при получении взятки задержали топ-менеджера и юрист-консульта полтавского филиала Укрексимбанка. Это государственное финучреждение. Они пытались нагреть руки на продаже помещения и оборудования бывшей фабрики, перешедшей в собственность банка. За полтора миллиона гривен занизили стоимость объектов в договоре купли-продажи. Менеджера и юриста взяли в центре столицы прямо возле офиса нотариуса, где оформляли сделку. Им грозит срок до 8 лет из конфискации имущества. Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя главы банка Михайловский Игоря Дорошенко на два месяца и с правом внесения более 137 миллионов гривен залога. Как утверждают в прокуратуре, Дорошенко перечислял банковские активы на фиктивную фирму, что и привело к потере платежеспособности банка. Я напомню, что второй месяц обманутые вкладчики Михайловского пикетируют НАБУ, администрацию президента и фонд гарантирования вкладов. А в начале недели перекрыли Крещатик и с требованием вернуть им деньги, потерянные из-за аферы руководства банка. Под Черкасами активисты пытаются не допустить застройки очередного участка побережья. Люди уверены, он выделен незаконно. Кто из чиновников наживается на пляжном песке, выясняли наши корреспонденты. Этот строительный мусор на берегу Днепра обнаружили черкасские активисты несколько дней назад. Бетонные блоки, битый кирпич, горы асфальтного скола. На первый взгляд похоже на стихийную свалку, но у этого прибрежного участка уже есть хозяин. Людина, что не имеющий паркан, что не имеющий ничего, уже имеет свою адресу. Дахнівська 9А. Я не верю в то, что территория эта засмечена. Особенно я уверена, что она готовится под черговое незаконное строительство. По соседству с этим участком настоящий рай. Элитные поселки с сосновым лесом, днепровскими плавнями, коттеджами и развлекательными комплексами. Правда, этот рай не для всех. Вот так выглядит чуть ли не единственный Свидевский пляж. Это 15 метров песка, которые с правой и с левой стороны подпирают заборы. Фешенебельных дач и увеселительных заведений. Порой они уходят прямо в воду. Некогда эта живописная побережня принадлежала Свидевскому сельсовету. Потом его отдали в долгосрочную аренду. Теперь это же частная территория. Участки здесь, как оказалось, раздавали постоянно. И за деньги. Несколько недель назад на взятки была задержана Светлана Вовк. Сельский голова Свидевка. За выделение участка через посредника требовало 184 тысячи долларов. А где можно из-за сельского голова найти кого-нибудь? Ну, их же нет на работе. А где они? Ну, а то вы не знаете. А если я знаю, то еще трех людей. Три люди на посредство. Мы ничего не комментируем. Масштабы земельных махинаций таковы, что дело контролирует Генпрокуратура. Посередник в отримании этих денег. Это гражданин свою злочинную деятельность прикрывал посадкой руководителя, а именно главы правления громадской организации Агенции антикоррупционных реформ. Пока следствие продолжается, активисты пытаются спасти побережье. Уже подали запросы и выясняют, кому передали участок. Активисты говорят, если следователям удастся доказать, что чиновники раздавали участки за взятки, госакты на эту землю, возможно, аннулируют. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Как проконтролировать доходы чиновников? Надежда была на систему электронного декларирования. Но сегодня в НАЦА агентстве по противодействию коррупции заявили, что система не готова, она слишком уязвима для хакерских атак. Агентство даже собралось на срочное заседание, ведь старт системы запланирован на 15 августа. Но, как заявили на встрече председатели госпедсвязи, система пока не может получить сертификат, поскольку информация в ней недостаточно защищена. Эта система, которая сделана коммерциейной структурой, в которой программный код написан 10-летней давнины, который имеет ряд врагов, которые на сегодня просто пальцем можно пробить, мы не можем такой продукт запустить. Запустим просто систему электронного декларирования без будь-якого минимального захиста. Это означает, что на стадии заполнения декларации с персонального компьютера и на стадии, когда эти данные поступают в соответствующую систему, будь-який хакер средней руки сможет эту систему взломать. Премьеров Владимир Гройсман уже поручил министру Кабмина и главе нациоагентства по вопросам госслужбы срочно проконтролировать готовность системы электронного декларирования к запуску в назначенный срок. Степан Черновецкий, босс мафии, так до сих пор считает испанское следствие. Во всяком случае, как утверждают местные СМИ, сын бывшего киевского градоначальника покинет по решению суда исправительную колонию, но обвинения с него якобы никто не снимал. Я напомню, что Степана Черновецкого в Барселоне подозревают в отмывании денег. Месяц он провел в колонии. Вчера испанский суд постановил выпустить его из-под стражи. Ситуация в зоне АТО обостряется. По данным военных, в районе Горловки замечено скопление тяжелой техники, метатанки и гаубицы Д-30, артиллерия 122-мм калибра. Подробнее Ирина Баглай. Дневная тишина режет слух военным. До оккупированной Горловки несколько километров. Уже в ближайшей лесопосадке передние позиции боевиков. Недавно армейцы зафиксировали активное движение по линии соприкосновения. В оптику увидели безоружных людей, а за их спинами инженерную технику противника. Выходы гражданские обычные. И они начинают работать отвлекающим маневром. Они просто стоят и все. Этим самым движением мы не можем просто открывать огонь. Недавно у противника прошла ротация. Каждая смена это уже традиционные обстрелы, попытки подобраться разведгруппами. Последнее время боевикам не удается вызвать ответный огонь наших военных. Поэтому охотятся за новыми пленными. Где-то раз в три дня происходят ротации постоянно. То есть как бы люди новые, отдыхнувшие. И вот потом, всегда когда ротация, то есть в основном, как было раньше, когда заехали сюда, то сразу происходят какие-то движения, ДРГ постоянно лазит. Активность у противника наступает ночью. Работали минометы, да. Под эту шумовуху, да и без этой шумовухи были минометные обстрелы с их стороны. И как бы калибр, скорее всего, 120-й. Передвигают ночью технику. Ночью отработали и ночью ушли. Чтобы потом с утра их уже никто не заметил. Ну, входят походу назад в Горловку. Горловка и Ясиноватская развязка – основные площадки, с которых боевики вели огонь по позициям военных. Но днем и там затишье. Сдерживающим фактором для наемников в очередной раз стал приезд с проверкой миссии ОБСЕ. Буквально два дня назад начал работать Александр Хук. Это глава ОБСЕ в Украине. Поэтому как-то все немножечко притихло. ОБСЕ приезжает, они подвозят боеприпасы, окапываются. И потом как бы отдыхают, высыпаются и начинается все заново. В это же время с северо-восточнее Горловки на Дебальцевском направлении враг готовится к очередной провокации. По данным украинской разведки, для картинки планируют подорвать одну из своих позиций. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». 5,5 килограммов янтаря задержали пограничники. Сырец пытались вывезти в Польшу через пункт пропуска Ягодын в Волынской области. Нашли янтарь крупной фракции во время досмотра рейсового автобуса, который осуществлял нерегулярные перевозки. Килограмм камня таких размеров на черном рынке стоит от 3 до 5 тысяч долларов. Особенности борьбы с африканской чумой по-николаевски. Реальных мер по борьбе с вирусом люди не заметили. Наш корреспондент Крилл Ищишин поехал проверить, что там. И вот что увидел, смотрим далее. Этот видеоэксперимент снял житель Николаева Фёдор Левченко. Приехал в Новую Одессу, где уже третью неделю карантин из-за вспышки африканской чумы. По санитарным правилам, вывоз мяса с этой территории запрещен, чтобы предотвратить распространение вируса. Фёдор купил сало и свиную голову, упаковал всё в багажник и проехал через блок посты. Девять раз. Никто даже не остановил. Посты есть. На них есть работники полиции, на них есть люди, которые, скажем так, можно понять, что они должны заниматься дезинфекцией машин, но ничего не отбывается. На санитарных постах должны останавливать каждую машину, проверять, что везут, и мыть колеса специальным раствором. Вот, к примеру, пост в другом селе, Мешково-Погорелово. Рядом с Николаевым здесь пару дней назад были обнаружены мёртвые поросята. Всё оборудовано, раствор для дезинфекции есть, но полицейские никого не останавливают. Почему вы не проверяли? Дело в том, что была команда проверять выезжающие машины из села. Только что ЗИЛ выезжал, вы его не проверяли? Ну, первых, ЗИЛ прошёл пустой. Газон. Ну, я ж не знаю. А вдруг там пару килограмм мяса лежит? С другой стороны села власти решили сэкономить. Чтобы не ставить блокпост, просто положили на асфальт бетонную плиту. Но автомобилисты не разворачиваются, объезжают по полю. О том, что в селе карантин нет даже таблички. Чиновники говорят, в бюджете отсутствуют деньги на борьбу с африканской чумой свиней. Поэтому выкручиваются как могут. Все карантинные посты, опилки, дрова, шины, дез-средства, затраты на поселение командированных людей и многое другое в принципе делается за счёт привлечения средств спонсоров и предпринимателей. О том, что даже на постах, где есть дезрастворы и дежурят полицейские машины не проверяют, чиновник предложил сообщить в прокуратуру. Мол, пусть там разбираются. Тем временем африканская чума распространяется. Только в Николаевской области с начала года зафиксировано шесть очагов. В каждом селе, где выявляют хоть одного больного поросёнка, уничтожают всё поголовье. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаевская область. ЧП на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Там солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова. Звук выстрела услышали сослуживцы, но помочь уже не смогли. Мужчину призвали на службу в рамках мобилизации. Сегодня он дежурил на посту охраны, поэтому был вооружен автоматом и с боевыми патронами. Шпионские страсти в Крыму отразились на ситуации в зоне АТО. Так утверждает наш корреспондент Руслан Смещук, который следит за событиями на Мариупольском направлении. Он также пообщался и с замглавой миссии АБСЕ, которая сегодня побывала и на украинских позициях, и на позициях боевиков. Широкино остается одной из самых горячих точек Мариупольского направления. Последние дни интенсивность боевых действий там такова, что взрывы слышны даже в Мариуполе. Текущие сутки не стали исключением. Вчера отработали две бэхи вечером перекрестным огнем по нашим позициям. Потом работали минометы 82-ми. Это все мораторилось беспилотниками ихними. В общем, как бы вели прицельный огонь. Сегодня с утра 6 начался опять обстрел с бэхи по нашим позициям. Ну, ребята дали легкую такую ответочку. Военные связывают эскалацию конфликта с нагнетанием информационной истерии. Сегодня на Широкинском плацдарме находилась мониторинговая миссия ОБСЕ. Обострение ситуации там зафиксировали. Ситуация в Широкине напряженная и постоянно меняется. Но я хочу отметить, пока мы там находились, не было ни одного выстрела. То же было вчера в районе Авдеевской промзоны. То есть стороны могут прекратить огонь. Мы в это верим. На ближайшие несколько дней Широкина для журналистов закрывают. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности в телеканал Интер. Семеро пострадавших из ножевыми ранениями в швейцарском кантоне Сан-Гален. Вооруженный мужчина напал на пассажиров поезда. Как сообщает местная полиция, он также пытался поджечь вагон, разлив там горючую жидкость. Нападавший 27-летний гражданин Швейцарии также пострадал. Он с ожогом отправлен в больницу. Я напомню, что в конце июля в Германии 17-летний беженец из Афганистана и с топором и ножом напал на пассажиров поезда, ранил 5 человек и был застрелен. Прокуратура Франции расследует новые угрозы в адрес сатирического еженедельника Шарли Абдон. Начались они после того, как издание опубликовало на обложке карикатуру и с изображением двух обнаженных мусульман, бегущих по пляжу. Подписали картину «Мусульмане, освобождайтесь». Я напомню, что в январе прошлого года на редакцию напали из мести за карикатуру на пророка Мухаммеда. Тогда погибло 12 человек. А на набережной французской Ниццы сегодня поминали погибших во время теракта месяц назад. Я напомню, что во время празднования дня взятия Бастилии водитель направил грузовик в толпу людей. Погибли 85 человек. Среди них один украинец. Немецкие политики снова активно обсуждают, нужно ли запрещать ношение паранджи. И снова мнения разделились, что это защита прав женщин или их нарушения. Обо всем подробнее Татьяна Лагунова. Это уже сделали Бельгия, Франция и некоторые кантоны Швейцарии. В ближайшее время к списку присоединятся Нидерланды, а в Германии уже активно обсуждают, нужно ли стране, которая принимает миллионы беженцев. Запретить женщинам носить в общественных местах бурку. Бурка или паранджа – верхняя одежда, которая полностью закрывает тело и лицо женщины. Разрешена только узкая прорезь для глаз, но иногда и она в виде сетки. Влиятельные немецкие политики и эксперты требуют запретить женщинам появляться в общественных местах в таком виде. Мол, бурка – это символ угнетения женщины и ей не место в демократическом обществе. Да и для интеграции и безопасности – большая помеха. Запрет на ношение бурки был бы разумным и правильным, поскольку он предотвращает создание параллельного общества. Это и вопрос внутренней безопасности. Параллельные общества подпитывают криминалитет, террор и насилие. У противников свои аргументы. Они парируют. Женщины, которым запретят носить бурку, вообще перестанут выходить из дома. И это будет еще большим ущемлением их прав. Запрет на ношение бурки в Германии не будет соответствовать Конституции. Нельзя запретить все, что не поддерживаешь. Лично я не поддерживаю ношение бурки. Впрочем, все, что нельзя запретить на федеральном уровне, можно на местном. Некоторые немецкие земли уже заявили о намерении рассмотреть вопрос запрета на ношение бурки. Тем более, что согласно соцопросам, его поддерживают более 60% граждан страны. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Застряли в прошлом. Великобритания собирается потратить сотни миллионов на разработку новейшей военной техники. Что намерены создавать, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Превзойти всех. Великобритания поставила перед собой амбициозную задачу. Вооружиться техникой, о которой пока можно только мечтать. Правительство создает фонд с бюджетом 800 миллионов фунтов. Деньги пойдут на разработку и создание военной техники нового поколения. Предполагается, что любой разработчик сможет прийти со своей идеей в отдел инноваций Минобороны. Там эксперты рассмотрят предложения и для реализации лучших из них сразу же будут выделены деньги. Речь идет о сотнях и тысячах проектов. Конечно же, все планы в Минобороны не раскрывают, но несколько потенциальных разработок все же назвали. Например, беспилотники-разведчики, конструкция которых напоминает стрекозу — суперлегкие и ультрамаленькие дроны, оснащенные камерами и микрофонами для работы в городских условиях. Также ждут предложений по созданию лазерного оружия. Министр обороны Майкл Феллен объясняет, необходимо, чтобы по вооружению страну не смог догнать никто из потенциальных конкурентов. Только два дня назад в прессу попал тайный доклад британских военных с признанием, что армия Соединенного Королевства намного слабее российской. К таким выводам британцы пришли после совместных учений НАТО в Украине в прошлом году. Офицеры Ее Величества поняли, что их самые современные военные технологии были таковыми в 2003 году и уже давно устарели. И в этой сфере надо немедленно что-то менять. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности — Британское бюро телеканала «Интер». Чем отметили день рождения Кастро на Кубе и почему лишилась министерского портфеля первая мусульманка в шведском правительстве? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Сигара длиною в жизнь. Табачные изделия в 90 метров скрутили к 90-летию кубинского лидера и заядлого курильщика Фиделя Кастро. По размеру исполинская гавана, как футбольное поле. И она автоматически бьет мировой рекорд, который перед этим составлял 82 метра. Папа Римский навестил куртизанок. Около 20 бывших проституток. Среди них одна украинка встретили понтифика в церковном приюте в Риме. Молодых женщин нелегально доставили в Италию и принуждали торговать телом. Папа Римский пообщался с ними и принес извинения за то, что недостаточно за них молился. Таким образом понтифик решил привлечь внимание к проблеме торговли людьми. Министр под мухой. Самого молодого министра Швеции 29-летнюю Аиду Хаджиалич накануне поймали на вождении в нетрезвом виде. Когда ее остановили полицейские, Аида сообщила, что выпила немного шампанского и вина за 4 часа до того, как сесть за руль. И назвала ситуацию самой большой ошибкой в своей жизни. К слову, Аида Хаджиалич стала первой мусульманкой в шведском правительстве. Сегодня министр подала в отставку. Сёрфинг в кипящих волнах. Американки Элисон Тил, известной как девушка Тарзан, к экстриму не привыкать. Но на этот раз она превзошла саму себя. На своей розовой доске она оседлала волны у подножья гавайского водопада Килауэа, который выбрасывает в океан потоки лавы температурой в 2000 градусов. По словам Элисон, именно здесь она почувствовала подлинное слияние с природой. Американские учёные обнаружили это милое существо в прибрежных водах штата Калифорния. Опубликованное видео со здания с огромными, словно припухшими от слёз глазами, буквально взорвало интернет. И действительно, эта разновидность осьминога больше похожа на потерянную каким-то малышом мягкую игрушку. Биологи говорят, Тихоокеанская Россия, именно так называется этот вид, водится в северной части Тихого океана. Завтра у православных христиан медовым спасом начнётся успенский пост. Он короткий, всего две недели, но строгий. Церковь рекомендует воздержаться от употребления мяса, яиц, молока и рыбы. А вот мёд под запрет не попадает. Подробнее далее в сюжете. Киево-Печерская лавра. К церковному запаху ладана примешивается медово-луговой аромат. До праздника остались считанные часы. И несмотря на прохладную погоду, этот день всё равно называют самым тёплым и сладким. Совсем скоро здесь начнётся традиционная выставка мёда. Уже 12 лет подряд на эту аллею съезжаются лучшие пчеловоды. Особые ощущения приходят, когда много народа и хорошая торговля. Уже 12-й год подряд приезжаем. К первому спасу, по преданию, мёд наполняется живительной энергией. Для пчеловодов лучшее время сбора. Но сегодня православная церковь не только чествует святых мучеников маковеев, а и вспоминает об одном из христианских чудес исцеления во время эпидемии в Константинополе. Патриарх повелел склиром вынести животворящий крест, пронести улицами Константинополя, тогда их, и с иконами спасителя Божьей Матери. И тогда прекратилась смертность людей, и люди стали исцеляться. Душиста м'ятна, правда? Душиста. Людмила – потомственный пчеловод. Эта липовая бочка – настоящая семейная реликвия. Ей больше 100 лет. Досталась ещё от прадеда. В такой бочке и вкус мёда совсем другой, признаётся Людмила. Но и тут есть своя ложка дёгтя. Эти дешки всегда должен быть мед. Если дешка будет порожной, то она просто лопнет и высохнет. Пчеловоды с удовольствием рассказывают, каким должен быть настоящий, качественный мёд. Строгий пост у православных христиан начнётся уже завтра. Продлится он две недели. Олег Решетняк, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал «Интер». Украина сразится с Россией за золото в фехтовании на саблях. В полуфинале украинская команда в составе Ольги Харлан, Елены Кровацкой и Алины Камощук победила сборную Италии со счётом 45-42. В другом полуфинале россиянки с аналогичным счётом выиграли у американской сборной. Обе команды сразятся за золото сегодня в 15 первого ночи. И это всё, о чём мы вам успели сегодня рассказать. Последние новости вы также можете узнать на нашем сайте подробностей Юэй. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра в то же время. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова